На детях гений в природе отдыхает. Этот постулат работает 90 из 100 случаев, в том числе и в футболе. Но есть исключения. Иногда яблоко падает совсем недалеко от яблони. О таких примерах и пойдет речь дальше. Семья Бускетсов открывает наш ТОП. Ходит такая легенда. Однажды вратарь Барселоны Карлис Бускетс увидел, как раскаленный утюг падает на голову своего маленького сына. Вратарь не растерялся и поймал бытовой предмет, получив множество ожогов. В тот момент Карлис совершил самый главный сейф в своей карьере и спас жизнь Серхио. Возможно, впечатлившись отцовским подвигом, мальчик пошел по его стопам. Но он не стал вратарем, а одним из лучших полузащитников мира в составе сильнейшей команды планеты. На счету Серхио титул чемпиона мира и Европы, победы в чемпионате и Кубке Испании, а также успехи в Лиге чемпионов. Кстати, самый ушастый кубок выиграл его отец, причем тоже в составе Барса. На четвертом месте английская футбольная династия Лэмпордов. 660. Именно столько матчей провел Фрэнк Лэмпорд старший за лондонский вестер. Тогда как его сын Фрэнки-младший сыграл в составе столичного Челси 648 игр. Хоть отец немного и преуспел в количестве сыгранных встреч, мировой общественности сын запомнился намного лучше. Великолепные голевые передачи и потрясающие голы могли видеть зрители, когда на поле выходил Лэмпорд-младший. Кстати, своими успехами футболист Челси обязан отцу, потому что первые шаги сына в клубном футболе контролировал именно он. Причем не только в домашней обстановке, но и в качестве главного тренера Вестхэма. Голландский тандем Блиндов берет бронзу топа. Дуэт отца и сына отметился совместными выступлениями за сборную страны. Правда, старший руководил, а младший играл. И не стоит думать, что поводание сборной Дейли заслуга его титулованного отца. Сын и без того здорово выступает за команду английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед и остается одним из самых надежных защитников. В его активе несколько кубков и бронзные чемпионаты мира 2014 года. Кстати, отец Дейли, Данни Блинд, тоже отметился рядом успехов в качестве игрока. Будучи футболистом Аякса, он также выиграл много трофеев чемпионата и стал обладателем Кубка Лиги Чемпионов. Так что сыну есть куда стремиться. Итальянская семья Мальдини – настоящая гордость футбольного клуба Милан. Отец с большей частью карьеры провел в составе Росонери, а сын и вовсе посвятил всю спортивную жизнь клубу. Почти тысяча матчей на двоих, всеобщее признание и любовь. Даже болельщики других клубов с теплотой отзываются об этом дуэте. Кроме того, из Чезарь получился еще и превосходный тренер. Не исключено, что и Паула сможет преуспеть на этом поприще. Кстати, футбольная династия Мальдини на этом не прерывается. Старший сын Кристиан с энтузиазмом осваивает позицию правого защитника. Победитель топа – семья Шмехери. Ей принадлежит уникальное достижение. Отец и сын завоевали один и тот же трофей в один и тот же день и в одном возрасте. В 1993 году, 2 мая, Манчестер Юнальти стал чемпионом Премьер-лиги. Огромный вклад в победу тогда внес 29-летний датский вратарь Петер Шмехи. И ровно через 23 года, в возрасте 29 лет, уже его сын Каспер стал победителем АПЛ, правда выступая за Лестер-Сити. Могу добавить, что подобное достижение отца сына пока никому не удавалось покорить, играя сильнейшим в английском дивизионе. Догнать отца по количеству трофеев на клубном уровне Каспер может уже в этом сезоне, если выиграет Лигу чемпионов. А вот на международном уровне все сложнее. Вряд ли в ближайшее время сборная Дании сможет попороться за победу на чемпионате Европы.